Всем доброго времени суток. В сегодняшней распаковке у меня карта видеозахвата от фирмы Tmetix с Алиэкспресс. Вещь в частности используется блогерами, но также может быть полезна и в быту обычному любителю. Обо всём по порядку, а ссылки на покупку в описании. Китайцы подошли хорошо к своему товару, что говорит о красивой коробке с описанием возможностей содержимого. Ширину карта 14 см, высоту почти 2,5 см и длину 7,5 см, вес 115 грамм и нижняя сторона с маленькими отверстиями для отвода тепла. Справа два входа под USB накопитель microSD карты, слева вход miniUSB для подключения компьютера или питания. Питается карта от блока питания на 5 вольт и 200 мА, то есть как от обычного блока питания мобильного телефона. Сзади расположены два HDMI, по краям это вход и выход. В середине два AUX микрофон и выход звука, и рядом ещё стоит AV вход под micro HDMI. С помощью Line Out можно выводить звук на внешний носитель, мик для микрофона или записи напрямую с компьютера. Это удобно, если допустим у видеокарты нет выходов HDMI и придётся воспользоваться VGA, звук через мик будет браться с компьютера. И AV In используется для преобразования и записи аналогового сигнала, к примеру со старых плёночных видеомагнитофонов. Именно поэтому на пульте имеются кнопки UPBPR и SVBS, он же тюльпан, для записи с AV In. Кабель, что в комплекте для этого устройства и предназначен, наличие которого не может не радовать. Также на пульте есть кнопки HDMI, понятно для чего, и снэпшот для снимка момента видео. С пульта выбираем разрешение 720 и 1080 и кнопка REC и она же и STOP. И говоря о разрешении и частоте записи, 720 пишет 60p и 1080 30p. А если вдруг случится так, что пульт испортится или потеряется, есть кнопка для записи на самой карте захвата. Китайцы и об этом позаботились. При записи на USB флешку видеоряд через некоторое время выдавал артефакты. Обвинить флешку не мог, она новая, но возможно скоростные характеристики её слабые для карты. Сам пока не пробовал, но мне интересно, сохранится ли проблема при записи на флешку USB 3.0. Но раз флешка есть и она не подошла под карту, использую её в другом проекте и о нём уже в других выпусках. А вот с флешкой форматора microSD проблем не заметил никаких, брал сразу класса 10 и не прогадал. Можно карту соединить к компьютеру и получить доступ к файлам или делать трансляции через неё без потери FPS, если у вас операционная система до Windows 10. А вот на десятку я драйвер не нашёл, написал продавцу, если будет результат, отпишусь в группе ВК. Ссылка есть в описании, заходите, спрашивайте или просто общайтесь, а то там вообще тишина. Так как комп не распознаёт карту, закупил вот такие картрейдеры, чтобы через них получить доступ к записи. Ну, конечно же, заказал и AUX кабели на 3.5, как уже говорил, для записи звука с компьютера. Пусть будет, чем буду искать, если нужен станет. А приятным бонусом к покупке является программа для нарезки и монтажа видео с лицензионным ключом, который наклеен на конверте. Покупка я более чем доволен, это просто выводит качество контента на новый уровень и могу советовать всем. Ссылки на все распаковки есть в описании, там же и кэшбэк сервисе, в общем, загляните туда. А на этом мой выпуск подошёл к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон»!